купил кофемашину за тысячу уже разобрал по порядочку так корпус задняя часть боковые верхняя крышка передняя крышечка носик на раздачу кофе поддон плата экран с кнопками лицевая панель кабель заземление бак отходов шторка чистка крепление платы и кофемолки жернов верхний жернов нижний крыльчатка изнашивается вот так сейчас состояние вот такой крыльчатки здесь будет устанавливаться вот такая верхний поршень с направляющей направляет эту клюшку и сбрасывает жмык кофе в этот бак болтик с шайбой так кольца уже новые установлены на поршень кольца старые крышечка под вентиляцию и также канал для таблеток чистка кофейных жиров канал подачи кофе в диспенсер уже бежит в чашку кофе попадает в этот шланг через верхний поршень колпачок защиты кнопочек кнопочки здесь стоял кнопочка бака с этой стороны помпа фильтр грубой очистки фильтр мелкой очистки датчик расхода воды гидропресс пружины шпильки заменил это уже сгнили в таком состоянии уже были пружины разъехались вода бежала болт сгнил это стакан который одевается поверх пружин и держит давление сдается давление между нижним поршнем и верхним верхней крышкой сюда подается вода под давлением подается на с помощью этой помпы распределитель поворачивается в определенном положении распределитель воды и пара и вода нагнетается с давлением 16 бар пружина опускается что заставляет верхний поршень опуститься вниз тут у нас нижний поршень под которым стояла манжета вот она уже надорвалась кольца гидропрессе были такие вот здесь вот одевается и здесь так что вот у нас это направляющая с кнопочкой которую показывает как это работает штурка вставляется кнопочка нажимается все функционирует разрешает работу аппарата также сбрасывает сухой в канал сухой молотый кофе чтобы попало в поддом здесь вот так вот здесь это происходит это внутри кофемашина а это для кофемолки регулировочная то есть это у нас вот так крупные белки по моему регулятор бункер под кофе знак запрещает заливать воду жидкость уплотнительное колесо чтоб мелкий кофе не разлетался между верхней крышкой вот у нас шайба который закрывает верхнюю крышку гидропресса скажу вот так она же держит кнопочку бака отходов так шайба медная которая держит уплотнение шайба пластмассовая которая держит уплотнение в нижнем цилиндре гидропресса пружина направляющая которая фиксирует нижнее положение гидропресса здесь все достанавливается сюда пружина забыл как наверное так вот так что-то куда-то там смазка здесь смазана гайка это закручивается направляющей верхнего поршня крышкой подставка подставка под чашки который вот переворачивать тут кольца это шпильки гнилые болты на верхнюю крышку гидропресса живые но уже гнилые болты вот эти два идут сюда остальные везде по корпусу то есть этими болтами и болер прикручен вот он нижний поршень сито с мелкими дырками также здесь сито с мелкими дырками датчик температуры термопредохранители 2 провода разъемы кран подачи пара и воды функция чая есть кипяточек и пар кнопочка аппаратного сварил от 5 до 10 тысяч так как по состоянию все поняла и примерно представляю что мы где-то от 5 до 10 тысяч чашек сварил инструментом буду пользоваться вот этим кисточка грязь чистить отвертки патли мелкие болтики то есть вот этот и вот эти четыре и покрупнее отвертка чтобы вот эти болты закручивать два и все остальные черненькие медицинский инструмент пинцет такой ключ забыл как называется зажим или как-то это чтобы гайку закручивать эту гайку нижнюю гайку ну и смазки тюбик тряпочка чтобы вытрать ненужную смазку или что-то загрязнение загрязнение так что у нас еще есть это модель заземления вот кабель конденсатор 0,15 что-то написано 0,15 микрофарад плюс 2 умножен на 4,700 пикофарад x1 y2 250 вольт мотор с редуктором здесь очень много шестеренок тут также уходит еще в шестерне клапан сброса избыточного давления здесь находится кран работает на керамических пластинок с отверстиями их 4 штуки здесь 2 пластины и здесь 2 пластины также выключатели 2 штуки в определенном положении зажимаются какие-то функции включаются и включаются и включаются включаются передается в плату вот вот у нас в кожухи следы пыли именно со стороны высоковольтной здесь 220 идет постоянно такой налет так все соберу уже готовый результат покажу как работает аппарат спустя две недели спустя кофе машина крупс 8260 замена резинок была гидравлического пресса стакан шпильки проверяем в спениваю молоко аппарат Привет! не спинилась значит у нас забит канал здесь отверстие забивает молоком так как почистить так зубочисткой под рукой все вставляем обратно все шерсть кота везде снова нажимаю кнопку пара вставляем так резиночка не попала ровненько остановка кофе отжаренное в городе калининград марабико обжарено для этой компании кафешка эспрессо 20 миллиграмм марабико обжарено для этой компании кафешка выкладывайте на «правиль» вставляем обжаренную вкупу вставляем 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 на «правиль» Аппарат работает. Кофе-жимок. Вот он. Горяченький. Его можно использовать для скрабов. Мед местный гречечный. Гречка в полях растет. Ну вот и возможная проблема с капучинатором. Как раз попалась проблемка, я вам показал. Можете еще писать, что с этим аппаратом можно сделать. Какую поломку показать. Конечно, можно выбросить из балкона. Но это самое последнее будет. Предлагайте. Кофе свежий. Молоко тоже. Сегодня 11-11-2018 год. На Алиэкспрессе распродажи. Молоко, кстати, тут 3,2-4,5. Жирности процентов. Всем пока.